Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас программа медицинская. В гостях у нас заведующий урологическим отделением Люберецкой областной больницы, врач высшей категории Павел Васильевич Никифоров, который не раз уже был гостем нашей программы, но, к сожалению, человек-существо такое, что у него масса всевозможных заболеваний. Поговорим немножко, напомним об отделении, об операциях и, собственно говоря, главную тему. Павел Васильевич сегодня предложил поговорить, что есть, как правильно называется, с мочевым пузырем что-то связанное. Различный новообраз... Добрый день! Различное новообразование мочевого пузыря. А что, это серьёзная проблема? Да, это серьёзная проблема. То есть у многих пациентов выявляется новообразование мочевого пузыря, они бывают доброкачественные и злокачественные образования. Как правило, первым симптомом этих заболеваний является так называемая гематурия, то есть примесь крови в моче. При этом примесь крови в моче может не сопровождаться никакой другой симптоматикой, только характеризоваться именно безболевым примесью крови в моче. И само по себе это может быть серьёзным симптомом серьёзных заболеваний, которые вовремя нужно распознать, выявить и дифференцировать на ранних стадиях заболевания. Ну, и я так понимаю, что это не зависит от возраста, или это всё-таки заболевание уже зрелого человека? Здесь больше зависит от образа жизни, который вёл пациент до настоящего времени формирования заболеваний. Плохо себя вёл, скажем так, мягко говоря? Здесь играют значения основные факторы, вызывающие новообразование в мочевом пузыре. То есть, как правило, тот же самый рак мочевого пузыря у пациентов, как правило, выявляется чаще у курильщиков. То есть большинство из них – это потребители никотина во всех его проявлениях. Причём странно, как бы, никотин заходит вроде, извините, через рот, а, получается, влияет на мочевой пузырь. Вот, выяснили, что продукты метаболизма никотина метаболизируются, выводятся, в том числе, с мочой. А, понятно. И вызывают повреждения слизистого, эндотелия, мочевого пузыря. А алкоголь как действует на эту историю? Алкоголь, он в меньшей степени вызывает вот эти новообразования. Он воздействует на другие органы репродуктивной системы в большей степени. Но не на мочевой пузырь, как таковой. Ну, то есть в любом случае, речь идёт о неком, как модно сейчас говорить, ЗОЖе, да, здоровый образ жизни всё-таки эту проблему уменьшает. Но по возрасту всё-таки это что, может быть, и вполне себе молодой? Там человек у нас же сейчас молодой до 30-35 лет. Или всё-таки это ближе уже туда, к 40-50? Среди наших пациентов были и сравнительно молодые пациенты с выявленным раком мочевого пузыря. Причём это не были, как таковые, злостные курильщики, злостные какие-то нарушения здорового образа жизни. Долгоживущие, долгонарушающие. Но, скорее всего, это исключение из правил, чем правило, как таковое. Как правило, это возрастные пациенты с длительным стажем курения, либо работающие на вредном производстве какой-то. То есть ещё одним основным фактором развития рака мочевого пузыря является работа с вредными красителями, с химическими производными различными. Анилиновые красители – это тоже один из факторов. Ну, экология. Экология есть экология. Ну вот давайте вернёмся к мочевому пузырю. Причём, насколько я так понимаю, речь идёт, и тут неважно, мужское, женское, да, как бы на всех одинаково влияет, или всё-таки по-разному происходит мочевыводящая система работает? Ну, чаще всего, естественно, рак мочевого пузыря. Мы в первую очередь говорим об онкологии, потому что это более серьёзное заболевание. Ну, это так. А в 2-3 случаях выявляется всё-таки у мужчин. И несколько реже встречается и у женщин в том числе. Среди наших пациентов примерно 15-20 пациентов. Процентов случаев – это онкоурологические заболевания с опухолями мочевого пузыря. То есть это достаточно частая проблема среди наших пациентов. Хорошо. Ну и насколько вообще сложна система мочевого пузыря, что вот на какой-то стадии можно обратить внимание, анализы нужно сдавать? Вообще, что это за орган такой, потому что нам кажется, Господи, Тарас, можешь работать-то постоянно, каждый день. Ну, основная задача мочевого пузыря – это резервуарная функция. То есть он состоит из мышц и слизистого слоя эндотелия. То есть основная функция – это накапливание мочи и эвакуация мочи в процессе мочеиспускания. Но в первую очередь при опухолевых заболеваниях поражается именно эндотелий, то есть слизистая мочевого пузыря. То есть там формируется новообразование. Они, как правило, имеют вид характерный, так называемый вид цветной капусты. То есть когда мы видим такие, в общем-то, по данным ультразвука, по данным томографии, по данным цистоскопического исследования, мы видим характерную картину для опухоли мочевого пузыря. То есть это вид цветной капусты с высоким кровоточивостью. То есть из этого органа часто бывает кровотечение из именно папиллярного образования. А правильно я понимаю, что, грубо говоря, всё это приводит, ну, всё, что перерабатывается в мочевом пузыре, то есть всё, что превращается в жидкость, и вот то, что вы говорите, вредные какие-то вещества, которые попадают, вот они и воздействуют на эту историю? Ну, они непосредственно воздействуют на слизистую мочевого пузыря. И он реагирует просто на это? Да, он реагирует на это различными новообразованиями. Хорошо. На сегодняшний день что вот может вообще лечиться, ну, вот если определяется уже какая-то онкология? Это как тоже по каким-то стадиям, или лечится это, как-то он вырезается, не вырезается? Как хирургически этот процесс идет? Естественным путём. Естественно, что чем раньше пациент обратился, с данной проблемой, тем, чем раньше выявлены первые симптомы, то есть гематурия, примесь крови в моче, чем быстрее можно определиться с диагнозом, то есть определиться со стадией лечения, со стадией процесса, и подобрать определённый вид лечения данному пациенту. То есть, как правило, если опухоль локализована только в слизистой оболочке мочевого пузыря, то делается эндоскопическое оперативное вмешательство, так называемая трансуратуральная резекция мочевого пузыря. В этом случае резектоскоп вводится в мочевой пузырь, резекцируется опухоль мочевого пузыря, отправляется на гистологическое исследование, врач-патоморфолог смотрит в микроскоп, красит ткань, определяет уже, прорастает слизистую мочевого пузыря, не прорастает, врастает в мышечный слой опухоль, не врастает. И от этого всё зависит дальнейшая тактика лечения пациента. Целая история. То есть на ранних стадиях, когда опухоль локализована только в слизистой, как правило, трансуратуральная резекция, которая у нас в стационаре осуществляется на потоке, достаточно эффективный метод лечения. То есть речь идёт уже об онкологическом заболевании, или это какая-то ранняя стадия? Вы же на гистологию сдаёте, то есть бывает такой вариант, что вроде как проблема с мочевым пузырём есть, но вроде как не онкология, или это однозначная онкология? Ну, чаще всего всё-таки это онкологический процесс. Он может быть высоко злокачественный или невысоко злокачественный. Доброкачественные шансы есть, я вот к этому веду. Доброкачественные образования мочевого пузыря, они тоже встречаются, но они сравнительно реже, чем злокачественные образования мочевого пузыря. Ну, давайте вернёмся ещё к тому, к чему это приводит. Наверное, одного никотина и алкоголя мало. Вы говорите, что экология. То есть правильно я понимаю, что надо избегать каких-то, ну, как красителей, или что-то то, что может повлиять? То есть вот, например, профессия, если ты работаешь в какой-то строительной компании, связанной с какими-то красками, то есть у человека может быть шанс заработать эту болезнь? Здесь всё зависит от состояния иммунной системы на данном этапе. Всё зависит от длительности воздействия, вот этого токсического воздействия на... Человека. Да, мочеводящий путь, и в целом на организм. То есть и как человек живёт. То есть каждый индивидуальный подход, как мы говорили, да? Да, факторов воздействия достаточно много. Это один из основных факторов, который в научных кругах задокументирован, утверждён, то есть... Хорошо, но если, предположим, уже возьмём средний вариант, когда такое же заболевание довольно сложное, да, уже может идти речь о... Может быть, даже как-то если, ну, грубо говоря, вообще мочевый пузырь удаляется сегодня каким-нибудь способом, или это невозможно? Если уж совсем всё плохо. Здесь при прорастании слизистой мочевого пузыря в дальнейшие слои, то есть в мышечный слой, и дальше метастазирование, прорастание в другие органы ткани, естественно, здесь уже другой подход к лечению. Здесь пациенты отправляются на консилиум, онкоурологу, и по данным консилиумом решается дальнейшая тактика. Чаще всего это орган, уносящий операции, то есть делается цистоктомия, то есть удаление мочевого пузыря, и формируется искусственный резервуар. То есть, как правило, искусственный резервуар... Сегодня это возможно. ...делается из кишечника, да. Это уже удел онкоурологов крупных онкологических учреждений, где они осуществляют такие сложные пластики. То есть создание резервуара из кишечника – это достаточно сложная, трудоёмкая, многочасовая операция. Даже невероятно как это звучит. Да. И это, в принципе, может работать. То есть много пациентов ходит с искусственным резервуаром из кишечника, заменяющим мочевой пузырь. То есть в какой-то степени вашим коллегам-онкурологам удается немножко обмануть природу, да, в данном случае? Если так можно сказать. Вернёмся к проблеме. Это с клетками как-то связано? Это же доброкачественно, если опухоль. Речь идёт о клетках. То есть появляются клетки, которые, если мы не локализуем их на каком-то этапе, то они дальше прорастают в организм, верно? Ну, онкологический процесс, он идёт в каждом нашем... Постоянно у человека идёт образование онкологических клеток. Но если иммунная система сильно работает, нормально функционирует, если дефектов иммунной системы нету, то на ранних стадиях онкологические клетки иммунной системой нашей подавляются. А почему они вообще появляются? Почему мы не можем... Ну, я не знаю, откуда они берутся-то, эти клетки вообще? Онкологические клетки берутся из-за того, что мы живём не в вакууме, мы живём в среде, в окружающей. И эта среда непосредственно действует на нас за счёт различных неблагоприятных факторов. То есть есть различные теории онкогенеза, это и внешняя среда, это и вирусная теория, потому что многие учёные склоняются, что многие вирусы обладают онкогенным действием. То есть, грубо говоря, некое такое глобальное влияние на человека, ну, не заражение, такое слово не подходит, но то есть может появиться какая-то опухоль через несколько этапов, да, у человека? Да, то есть определённый вирусный генез, происхождение различных онкологических процессов, он, конечно, имеет место быть. А наследственность работает? Вот если у кого-то проблемы с мочевым пузырём, например, у отца, да, может быть так, или у дедушки? Безусловно, наследственность играет значимую роль, но не всегда это является главным фактором. Вот. Тут, если люди живут в одной семье, потребляют одну и ту же пищу, склонны к одним и тем же каким-то привычкам, то есть, естественно, в семье может быть, помимо того, что есть генетика, есть ещё определённые другие факторы, которые совместно действуют. Хорошо. Ну и вот в завершении как бы вот этой сейчас части, как проходит само лечение, наверное, мы начнём вот вторую часть, но перед этим, чтобы немножечко расслабить наших телезрителей, если мы не говорим о какой-то уже там финальной такой стадии, когда всё запущено, в принципе, лечится это сегодня? Вариант выживаемости больного, скажем так, высок? На ранних стадиях делается оперативное вмешательство, которое в 50-60% случаев обеспечивает излечение пациента от этого заболевания. То есть сама по себе процедура оперативного вмешательства трансуратральной резекции, она срезает опухолевую ткань в пределах видимых тканей, то есть в пределах здоровых тканей, и способствует эрадикации полностью опухолевой ткани, и способствует излечению данного заболевания. Вот это важно. Так вот мы первую часть закончим, и второй продолжим. Напомню, что у нас в гостях заведующий урологическим отделением Люберецкой областной больницы Павел Никифоров. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Павел Никифоров, заведующий урологическим отделением Люберецкой областной больницы, врач высшей категории. Говорили мы сегодня о мочевом пузыре, о том, что такой у нас орган, который позволяет себе болеть онкологическими заболеваниями, и что на сегодняшний день это лечится, и даже оказывается уже коллеги, которые специализируются на онкологии в урологических заболеваниях, даже могут сделать заменитель, если в случае удаления мочевого пузыря. А как схема работает с точки зрения лечения? Пришёл больной, а вот говорит, у меня идёт кровь. Вот он пришёл к урологу. Дальше как это работает? Здесь всё зависит, к какому специалисту обратился пациент. То есть пациент может обратиться к специалисту на амбулаторном этапе, то есть может попасть по скорой помощи в стационар. То есть если пациент попал к врачу амбулаторную службу, к урологу, к терапевту, он приходит с подобными жалобами. Уролог, терапевт амбулаторный, поликлинический, берёт анализы, подтверждает лабораторную примесь крови в моче, делает ультразвук на каком-то определённом этапе и либо находит, либо не находит новообразование по данным общего анализа мочи, по данным ультразвука. Если есть какие-то сомнения или подтверждения этого диагноза, пациент направляется к нам в стационар, либо в экстренном порядке, то есть по скорой помощи, если там вообще тотальная гематурия, тотальная примесь крови в моче, либо в плановом порядке на обследование для выполнения цистоскопии, то есть инвазивного вмешательства, которое позволяет визуализировать опухолевую ткань глазом, то есть под контролем камеры, видеосистемы. Я так понимаю, всё равно в любом случае операция заканчивается, да? Если уже всё доказано, что это проблемы с мочевым пузырем. Даже когда есть сомнительная ткань, даже когда мы видим сомнительную ткань в мочевом пузыре, всё равно берётся трансуратральная биопсия этого места. Чтобы понять, что... Да, то есть видим опухоль, не опухоль, есть сомнения, делается трансуратральная резекция этой зоны, отправляется на гистологическое исследование, и уже потом верифицируется, либо снимается этот диагноз, потому что есть заболевания, схожие с онкологическим процессом, хроническое воспаление в мочевом пузыре, то есть тоже может мимиклировать. А вот этому можно радоваться тогда, или как это воспринимать пациенту, если это не... Ну, если это хроническое воспаление, то, конечно, прогноз тут более благоприятный, чем онкологическое заболевание. Хорошо. А сколько по времени это происходит, если вот, ну, не будем брать экстренный случай, да, а вот такой плановый, сколько дней может лежать больной у вас в отделении? Если пациент... Если заканчивается операция. Если пациент поступает с гематурией, то есть здесь ждать нечего. А, нечего. Здесь 2-3 дня обследуется пациент, собирается все анализы, собирается другие какие-то показатели, кардиограмма, компьютерная томография, подтверждается диагноз, и в течение 2-3 дней пациенту нужно оказать помощь. То есть в первую очередь экстренную помощь, остановить кровотечение. То есть выполнить резекцию вот этого новообразования, остановить кровотечение, потому что сама по себе остановка кровотечения, она подразумевает то, что пациент не терял кровь, чтобы не было анемии, чтобы не было других осложняющих факторов. Ну, да, вот видите, как мы начали вроде бы, ну, на мочевой пузырь так, ну, как, у нас много всяких органов, которые, ну, все органы надо беречь, а может даже закончиться просто кровь, может потерять человека, и все, да? Вот. Но и финализируя уже саму эту схему, если мы возьмем такой среднестатистический вариант, что вы обнаружили и вырезали, вот, ну, извините. Резицировали. Резицировали, да. Ну, по-нашему, то есть убрали эту часть, которая небезопасна, и человек выходит каким? Что меняется в его жизни? У него пропадает эта кровь, хуже мочевой пузырь работает, ну, нужно ли ему теперь жить под каким-то гнётом всё время? Как это? В любом случае, если у пациента устанавливается онкоурологический диагноз, он ставится на учёт к врачу-онкологу, к врачу-онкоурологу, где наблюдается в среднем около пяти лет. И врач-онколог, онкоуролог осуществляет амбулаторные наблюдения за этим пациентом, смотрит за ним, направляет к нам или к онкологам этого пациента, где осуществляется плановое цистоскопическое исследование, как правило, раз в три месяца. То есть после резекции опухоли нужно делать цистоскопию, смотреть глазом мочевой пузырь, то есть через камеру, смотреть зону операции, нет ли там рецидива опухоли, и уже дальше оценивать, вылечился пациент от данного заболевания, либо требует дальнейшего лечения. Дальнейшего, да? То есть, возможно, еще и возвращение, и продолжение каких-то. Хорошо. Ну, как вы понимаете, вы заведующий целым урологическим отделением, сейчас лето, оно уже почти подходит к концу, но тем не менее, летом меньше, наверное, обращаются. А вот что происходит осенью, когда люди вдруг чувствуют, что они сходят ли мне к врачу, ну, летом хочется отдохнуть и так далее. У вас как-то бывает наплыв осенний людей? Ну, у нас в последнее время отделение очень плотно работает, у нас сезонность, сейчас, как у травматологов, такой сезонности нет, когда гололед, люди падают, у нас как-то все более-менее равномерно с этими заболеваниями. Хорошо. Ну, и какие-то, может быть, новости есть, как у вас в отделении дела, может, что-то там расскажете для наших телезрителей? Мы постоянно совершенствуем методики наших оперативных вмешательств. А они совершенствуются, да? Да, то есть, несмотря на то, что оборудование у нас есть, но помимо этого оборудования, на этом оборудовании можно делать различные операции. И, в общем-то, совершенству нет предела, как говорится. Поэтому мы сейчас осваиваем другие оперативные методики, в частности, энуклеации предстательной железы, то есть это удаление предстательной железы единым блоком при крупной аденоме предстательной железы. То есть вообще полностью? То есть удаляется энуклеация эндоскопическая. Ага. Вот. То есть в основном направлено сейчас именно вот на эти операции, чтобы делать не открытые оперативные пособия при данном заболевании, при аденоме, а делать все-таки эндоскопические крупные аденомы предстательной железы. А почему это лучше? Потому что нет разреза на теле пациента, быстрее восстановление пациента. А результат получается? Результат получается лучше. То есть пациент выписывается в короткие сроки. А в чем разница пациента, который до и после вот этой операции? Меняется его как-то жизнь? Ну, естественно, качество жизни улучшается. А потом не растет опять предстательная железа? Что касается предстательной железы, риски росток, естественно, есть. Но среди наших пациентов, которые у нас прооперированы, рецидивов аденомы предстательной железы, ну, может быть, 5-7-10%, не больше. То есть пациенты через многие-многие года обращаются мало их достаточно. Ну, значит, это получается, что метод эффективен. Метод эффективен – это золотой стандарт лечения. Золотой стандарт. Вот, кстати, о стандартах лечения. Вы сказали, что многие методики, я так понимаю, что вы читаете научную литературу, что должен делать, наверное, любой врач, а не только руководитель. Ну, насколько сейчас вообще мировая урологическая, так сказать, медицина продвинулась по сравнению с тем, что было раньше? Как вы считаете? Ну, сейчас 80% или 90% всех вмешательств уходят в малоинвазивные вмешательства. То есть какие-то редкие случаи остаются, когда урологи трудятся уже… На открытом теле, да. В основном все операции, они эндоскопические, малоинвазивные, через небольшие проколы. Вот, кстати, по поводу небольших проколов, и ваши коллеги-хирурги здесь у нас были, ну, в разных направленностях операции. И мы говорили с одним из хирургов, который говорит, что молодые хирургов сегодня уже не учат даже скальпелем, что называется, работать. Это правда? На самом деле это большое упущение, потому что так называемая конверсия, когда нужно открываться. Ага. То есть, допустим, оперируем на эндоскопический, и возникла внештатная ситуация, обязательно хирург должен… Раскрываться, да? …обладать навыками, открытый в оперативное вмешательство. Но эта проблема сегодня вообще существует? Есть хирурги молодые, я имею в виду, которые приходят, ну, там, практиканты к вам же приходят, которые, ну, немножко со скальпелем незнакомы? Или это миф? Я не думаю, что это большая проблема. Какие-то моменты есть, конечно, но я не думаю, что это большая проблема, потому что у нас таких проблем нет во всяком случае. Понятно. Почему я задаю этот вопрос? Потому что иногда кажется, что да, хорошо, а для пациента хорошо, там, вводится этот, как правильно сказать, в какой-то в тебя аппарат, и что-то там вырезается. Но есть ощущение, а если там что-то не дорезали, значит, опять потом вводить. А так как бы разрезали по-живому, ну, в смысле, по-открытому, и всё сразу видно. Вот я о чём говорю. Не говорю, что это хорошо или плохо, просто чисто психологически, наверное, так люди думают. Вот на сегодняшний день урологическое оборудование, которое есть у вас, вот достаточно для того, чтобы проводить, ну, всевозможные, скажем так, процедуры для больных? У нас достаточно оборудования в настоящее время. То есть оборудование хорошего уровня, некоторое оборудование даже достаточно экспертного уровня. То есть это мировые бренды, на которых мы оперируем. То есть это и французские, и какие-то немецкие оборудования у нас есть. То есть с оборудованием проблем особых нет. Ну, которые, как говорится, можно использовать, и опять же вот в тех методиках, которые существуют. Завершая наш разговор сегодняшний, я уж не знаю, у нас Павел Васильевич не раз был в программе, тем не менее, вот с точки зрения, ну, такого общего взгляда, не цифрового, а общего, насколько запущена сейчас урологическая составляющая мужского населения. Вот есть, да, такая версия, что мужчина с каждым, ну, с каждым веком всё слабее и слабее становится, потому что, ну, мы знаем, что мужчина, как правило, чаще, да, раньше из жизни уходит. Наверняка, возможно, это связано тоже с урологическими проблемами. Или как бы процент заболеваемости, он не меняется особо? Ну, мужчин много болеющих урологической патологии, но женщин у нас тоже. Сказать, что чисто у нас только мужчины болели, так это неверно, потому что у женщин куча заболеваний своих, которые находятся у нас на лечении. Поэтому я не совсем согласился с этим. Понятно. Ну что ж, Павел Васильевич, мы желаем вам, чтобы ваше оборудование помогало ещё большему выздоровлению наших уважаемых телезрителей, которые могут оказаться вашими пациентами. Ну и, кстати, пациенты главное должны понять, что если вы увидели, да, кровь во время, вот когда в моче, да? Прямо очень спускание. Да, прямое очень спускание. Надо задуматься, что это действительно опасная история. Спасибо, что пришли к нам, нашли время рассказать с помощью наших уважаемых врачей. Мы уже много-много всяевозможных вариантов болезни обсуждаем, но, обращая ваше внимание, мы говорим не просто о каких-то невероятных вещах, говорим о том, что можно сделать, прийти, записаться, попасть на плановое обследование и получите всё необходимое лечение, которое положено и по закону, и по моральному, скажем так, отношению врачей. Спасибо вам большое. Благодарим. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин